Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире телеканала ТДК-42, дневной выпуск новостей в студии Сергея Уланов. В Западно-Казахстанской области продолжаются работы по обеспечению населенных пунктов питьевой водой. Так, с 1 мая программа «Акбулак» реализуется в Тоскалинском районе. Реконструкция водопровода началась в округе Мирей и поселке Тугайлы. Как реализуется программа, проверил Акимобласть Алтай Кульгинов. Он побывал в поселке и проконтролировал ход работы. Несмотря на то, что на дворе 21 век, беспрепятственный доступ к питьевой воде во многих населенных пунктах остается мечтой. В числе тех, кто ждет ее осуществления – жители поселка Тугайлы и населенного пункта Мирей. В последнем с 1 мая началась реконструкция водопровода. Питьевой водой планируют обеспечить и поселок Тугайлы. Здесь проживает порядка 1700 человек. На эти цели выделено 153 миллиона тенге. Поручение президента о развитии регионов, особенно отдаленных населенных пунктов, она реализуется в нашем регионе. Поселок Мирей, поселок Чижа, Амангельде, сам районный центр. То есть идет большая модернизация инфраструктуры. Питьевую воду даем, дороги, тротуары, социальные объекты ремонтируем. Это огромная государственная забота о благосостоянии наших жителей. Кроме того, Акимобласти дал задание местным чиновникам подготовить проектно-смертную документацию по установке шлюзов на роднике Агуак, что находится в поселке Чижа-2. Этот родник – единственный источник чистой питьевой воды, но он под угрозой пересыхания. В поселке проживает 1200 человек, поэтому очень важно сохранить его. Раньше была старая скважина, и с него люди брали. Потом сами бурили скважины в частных домах. Обеспеченность водой была слабая. Сейчас вот благодаря правительству, указаниям президента Акимобласти выделены средства и проводится по программе Ах-Булах водопровод на два населенных пункта. Таким образом, для обеспечения Тоскалинского района питьевой водой необходимо 412 миллионов тенге. Подрядчиком выступает компания «Батыс Стройгаз». Все работы планирует завершить до 3 декабря текущего года. Аким твердо поставил задачу уложиться в срок. Как отметил глава региона, рабочие и в основном местные жители, которые также заинтересованы в развитии Тоскалинского района. Марина Горбук, Мухаммед Консултанов, Александр Грабарев, ТДК-42. Более 200 миллионов тенге понадобилось Тоскалинцам для капитального ремонта школы и оборудования новых спортивных площадок. Школа в поселке Чижа-2 не видела капитального ремонта с 1983 года. И открытие ее вновь стало большим событием для учителей и учеников. Школу в поселке Чижа-2 рассчитаны на 624 ученика. Сегодня там учится 163 ребенка. После долгих ожиданий в апреле прошлого года ремонт наконец-то начали. Завершить его удалось уже в августе. Аким области осмотрел всю школу, в том числе пришкольный мини-детский сад. Также ознакомился с кабинетами для занятий, столовой, спортивным залом. Теперь комнаты не только с хорошим ремонтом, но и новым оборудованием. Мы очень рады, что нам сделали ремонт. Спортзал был настолько ветхим, что заниматься в нем было практически невозможно. Поначалу мы пытались подбелить, подкрашивать самостоятельно, но результатов это не дало. Аким области поинтересовался, не отстают ли здешние школьники от мира. Есть ли у них доступ к сети интернет. Интернет-бар? Интернет-бар? Что у вас есть? Баран, что у вас есть? Баран, что у вас есть. Площадки для занятий спортом в Тоскалинском районе их появилось 9. Каждая из них обошлась в 7 миллионов тенге. Аким отметил, что для развития района средства будут выделять и далее. И в свою очередь дал поручение Акиму района Санжару Алиеву уделить особое внимание развитию культуры и спорта. Марина Горбук, Мохаммед Консултанов, Александр Грабуриев, ТДК-42. На сегодняшний день по Западно-Казахстанской области продано уже около 8 тысяч билетов на выставку Экспо-2017. Выставка пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017 года и примет около 100 стран-участниц и 18 международных организаций. Билеты можно приобрести в торгово-развлекательном комплексе «Сити-Центр» на первом и четвертом этажах, в кассе железнодорожного вокзала и во всех филиалах Каспочты. Также во время выставки будет организовано огромное количество культурных мероприятий. Билет делится на три категории. Это с фиксированной датой 4 тысячи тенге на будний день, 6 тысяч тенге с фиксированной датой на выходной день, 6 тысяч тенге с открытой датой на будний день, то есть понедельник по пятницу. И 8 тысяч тенге с открытой датой на выходной день. В преддверии купального сезона остро встает вопрос о безопасности детей на реках и водоемах. Как показывает статистика, в прошлом году на водоемах области утонуло 9 детей. Спасатели оперативно-спасательного отряда встретились с представителями детских лагерей, чтобы в очередной раз напомнить им о соблюдении правил безопасности. Представители пришкольных и городских лагерей собрали не случайно. Во время организованного отдыха для детей на воспитателя ложится большая ответственность. Главное, нужно обеспечить безопасность подростков. Воспитатели говорят, что работа – это непростая. Углядеть за сотни детей одновременно достаточно сложно. Ежегодно во время купального сезона мы детей вводим в городской парк культуры отдыха. Там есть платный пляж. У нас с ними имеется договор. Возле нашего лагеря Атамикен есть яр. Очень глубоко там, поэтому купать детей невозможно. За летний сезон у нас отдыхают около полутора тысяч детей. Все спасательные средства у нас имеются. С детьми обязательно ездят воспитатели и инструкторы. И все-таки гибель людей на водоемах области является достаточно актуальной проблемой. Ежегодно ведутся разъяснительные работы среди населения, но это практически не помогает. Донести до каждого школьника информацию о правилах безопасности на воде спасатели не в силах. Поэтому такую работу на местах должны проводить воспитатели и учителя в школах. Статистика показывает, что снижение количества случаев гибели на водоемах практически не происходит. Так, в прошлом, в 2016 году на водоемах области утонуло 9 детей. Это 44% от общего числа утонувших. В 2015 году 13 детей. Это 45%. То есть снижение всего лишь на 1%. Основными причинами гибели детей на водоемах является отсутствие навыков плавания и беспечность родителей. Так, в прошлом году удалось спасти 8 детей, которые находились на водоемах без сопровождения взрослых. И только благодаря бдительности спасателей трагедию удалось избежать. Спасатели также напоминают, если руководство детских лагерей планирует возить детей на речку, то до 5 июня необходимо написать заявление, чтобы водолазы смогли очистить дно реки в тех местах, где дети будут купаться. Олег Великий, Мохаммед Консултанов, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин